6 августа состоялось главное спортивное событие в Омской области 22-й Сибирский международный марафон В этом году на старт пробега вышло рекордное количество участников Более 15 тысяч человек из 16 стран и почти 40 регионов России За победу на главной дистанции 42 километра 195 метров Приехали побороться элитные стаеры, занимающие высокие места в мировом марафонском рейтинге Тысячи бегунов приобщились к Омскому празднику бега на дистанциях 6 и 10 километров С самого утра по мере приближения к соборной площади Ручейки людей превращались в полноводные реки Чтобы слиться в море поклонников спорта, бега и здорового образа жизни Самое радостное, конечно, что сегодня на старт вышло более 15 тысяч участников массового забега Конечно, это показывает то, что в Омской области любят спорт Любят этот простой, доступный вид физкультуры, как бег Доступный и горячо любимый в Омской области вид спорта Ежегодно объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки в едином спортивном порыве От старта до финиша с лиц бегунов нисходят улыбки и ни намека на усталость Марафон для мячей и гостей нашего региона – это действительно праздник Это вообще незабываемое ощущение Ну, специально тренировались всю весну для этого Пробежали вроде неплохо Очень радостно то, что такие праздники, как марафон сибирский, объединяет людей На самом деле на трассе бежишь и ощущаешь, что мы все, если так можно выразиться, больны одной идеей бегом сегодня Я бегу уже четвертый раз, дочка третий раз бежит Первый раз она в коляске ехала, еще ей, наверное, года полтора было А сейчас вот уже сама бросится, ей очень нравится, потому что очень весело Организация, конечно, хорошая Регистрировались в последний день, но все, успели, номера получили, очень рада, что попали Нет, уже не первый раз бегу, это уже, получается, раз десятый, 14 лет бегаю Ощущение классное, супер просто, волна поднимает, бежишь, вот все, вот просто ноги несут, особенно к финишу, вообще супер Когда второе дыхание приходит, если кто-нибудь раз его пережил, он уже с этого не слазит Главное дотерпеть до второго дыхания, и все, вы в наших рядах Организаторы сибирского пробега каждый год стараются привнести в спортивный праздник что-то новое Так, к редактору всероссийского журнала Бек и Мэй, постоянному комментатору марафона Борису Прокопьеву из Москвы, ставшему уже практически омичом В нынешнем году присоединился овский журналист, ставший практически москвичом Александр Бедарев с телеканала Россия-2 Я последний раз, так я помню, марафон, это было достаточно давно уже, несколько лет прошло, может 5-6 вроде того И сменилось очень много, и мне кажется, народу так же много, как и было, но вся атмосфера, она как-то еще более праздничная стала И, если можно так сказать, она стала какая-то более солидная, что ли Оказывается, марафон дарит бегунам не только здоровье, хорошее настроение и бодрость духа, но еще и самое настоящее человеческое счастье Изюминкой культурной программы марафона стало появление на сцене молодоженов Ребята познакомились год назад на 21-м Сибирском международном марафоне Среди тысяч участников забега Денис разглядел свое счастье по имени Екатерина Твоя счастье не проглядишь То есть среди многописечной толпы ты увидел ее и сразу поделил А она для меня и одна, и не миллион На перспективу появления третьего марафонца в семье ребята получили символичный подарок Беговые кроссовки, женские, мужские и детские После чего будущая семья отправилась в ЗАГС Ну а внимание присутствующих на Соборной площади вновь приковали соревнования на основной дистанции 42 километра, 195 метров У нас в этом году очень сильный состав, особенно мужского забега Идет письмейкер, который ведет на рекорд марафона Я надеюсь, погода просто идеальная для установления рекорда Поэтому я надеюсь, что будет установлен рекорд, очень старый рекорд Ему уже 18 лет, ну и мужчин Рекорд трассы улучшить не удалось и в этом году Первым к финишу пришел Кио Джосфат из Кении Опередив на финишной прямой прошлогоднего победителя уфимца Олега Марусина Африканский стайер преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут и 24 секунды Этот результат уступает рекорду трассы чуть более минуты Он боролся только сам собой и результат его устроил полностью Поднебесного Нина из заявочных результатов имеет лучшую на санкту Он всего лишь чуть больше минуты выступает рекорду марафона Она бежит к вторая пока, но это может быть чисто тактически 42 километра дистанция длинная, все может быть Ну, в принципе, я так думаю, что она будет претендовать на высокое место Среди женщин, как и прогнозировал наш известный тренер Борис Жгир Победительницей третий год подряд стала Амичка Успех Евгении Даниловой и Марины Ковалевой повторила Нина Поднебесного Недаром говорят, что марафон начинается с 35-го километра Именно после этой отметки Амичка совершила решающее ускорение И сумела оторваться от профессиональной спортсменки из Эфиопии Джары Дихининет Эфиопии, сами знаете, очень скоростные девушки Я решила, что надо не полагаться на финиш, а надо убегать заранее Мне так спокойнее бежать Я впервые почувствовала, что родной город и родные стены помогают в победе Это очень огромная сила Абсолютные победители 22-го Сибирского международного марафона получили денежные призы и статуи золотого марафонца Уменьшенные копии скульптуры, что на Соборной площади Абсолютные победители 22-го Сибирского международного марафона Вручаются в комплексе золотого марафонца А сам Сибирский международный марафон сделал серьезную заявку на повышение в классе Были выполнены все условия для получения бронзового лейбла от Международной федерации легкой атлетики Напоследок организаторы Сибирского международного марафона раскрыли журналистам тайну следующего 23-го забега На итоговой пресс-конференции стало известно, что в 2012-м Олимпийском году Марафон на Омской земле состоится, в отличие от предыдущих лет, во второе воскресенье августа И пройдет он под девизом «В то же время, в тот же час» Любители бега выйдут на старт одновременно с олимпийскими марафонцами в Лондоне 12 августа 2012 года В областном центре будут установлены экраны, транслирующие главный марафон четырехлетия из столицы игр Таким образом, бегуны, стартующие в Омской области, могут почувствовать спортивный дух Олимпиады В присутствии журналистов автор этой идеи Борис Прокопьев и исполнительный директор марафона Андрей Сандалкин Подписали соглашение и в следующем году Сибирский международный марафон состоится 12 августа в 17.00 Омского времени Праздничный город встречает гостей Как самых желанных и близких друзей Кто установит новый рекорд Мы выбираем здоровье и спорт Каждый стремится занять пенестал Каждый когда-то об этом мечтал Вперед, чемпионы! Времени ждет! К новым победам нас трасса зовет! Марафон! Каждый год стартуем летом И я, город тот, забирает вновь гостей Это он, марафон И спортсмены всей планеты Спешат, пробежать Свой любимый марафон Наш Сибирский марафон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok